Беседа двенадцатая. И видели славу Его, славу, как единородного от Отца, полной благодати и истины. 14 стих. Сказанное нами вчера, может быть, показалось вам более чем следует стеснительным и тяжким, так как мы произнесли слово укорительное и далеко опростерли обличение многих в нерадении. Но если бы мы делали это только с намерением оскорбить вас, то, может быть, справедливо каждый из вас негодовал бы. А как мы пренебрегали приятных словах, имея в виду пользу вашу, то хотя бы вы и не хотели принять нашего попечения о вас, вы должны, по крайней мере, простить такой любви нашей. Мы и очень опасались, чтобы при нашем старании вы, с своей стороны, не желая показать такого же усердия к слушанию, не подверглись тем более тяжкому ответу за последствия. Поэтому мы и вынуждаемся непрестанно возбуждать вас и воздвигать от сна, чтобы ничто из сказанного не было для вас потеряно. Только таким образом можете вы в настоящем веке жить с дерзновением и в будущий день предстать к престолу Христову. Но так как мы вчера уже довольно тронули вас, то приступим теперь прямо к самым изречениям Евангелия. «И видели, говорит Писание, славу Его, славу, как единородного от Отца». Евангелист, сказав, что мы сделали с чадами Божиими, и показав, что это произошло не иначе, как через воплощение Слова, теперь предоставляет и другую от того пользу. Что же это такое? «Видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Мы не могли бы видеть, если бы Он не явился нам в воспринятой им плоти. Если у Моисея, имевшее одинаково с нами естество, люди тогдашнего времени не могли видеть лица, потому только, что оно было прославлено, и праведник даже имел нужду в покрывале, чтобы прикрыть величие славы, и чтобы вид пророка казался им тихим и спокойным. «То как мы, бренные и земнородные, могли бы созерцать чистое Божество, которое неприступно и для самих горних сил, для того-то Он исцелился среди нас, чтобы мы могли безопасно приступать к Нему, беседовать и обращаться с Ним?» Что же значит «славу, как единородного от Отца»? Так как многие из пророков прославились, например, тот же Моисей, Илья и Елисей, из которых один был вознесен на огненной колеснице, а другой обыкновенным образом взят отсюда, после них прославились Даниил, три отрока и многие другие, которые и чудеса творили, да и ангелы, являвшиеся людям, открывали взиравшим на них лучезарный свет собственного естества, и не ангелы только, но и херувимы являлись пророку с великою славою, также и серафимы, поэтому-то и евангелист, отводя нас от всех этих существ, отвлекая мысль нашу о твари и славы подобных нам рабов, возводит нас к самому верху совершенств. Не пророка, говорит он, не ангела, не архангела, не других высших сил, и не иного кого-либо сотворенного существа, если еще есть какое-либо иное, но самого владыки, самого царя, самого истинного, единородного сына, самого общего всех нас Господа мы видели славу. Выражение «как» означает здесь не уподобление и не сравнение, а подтверждение и не подлежащее сомнению определение. Как бы так сказал евангелист, мы видели славу, какую подобает и свойственно иметь единородному и истинному сыну, царя всех, Бога. Так и обыкновенно бывает. И я не откажусь подтвердить слова свои общим обычаем, потому что не для красоты речи и не для стройности слова нам теперь нужно говорить, мы единственны для вашей пользы. Поэтому ничто не препятствует нам подтвердить свои мысли и обычаи многих. Какое же это обычаи многих? Многие, увидев царя приукрашенного, блестающего со всех сторон драгоценными камнями, потом, когда рассказывают другим об этой красоте, великолепии, славе, описывают столько, сколько могут, свет багряницы, величину камней, белизну коней, золотую пряжь, блестающей покрывала. Но, как пересказав это и прочее, все еще не могут изобразить словом с его блеска и прибавляя тотчас такие слова, да что много говорить, словом сказать, как царь. И этим выражением как хотят показать не то, что только подобен царю то, о ком они говорят, но то, что это истинный царь, так и евангелисту подребил выражение, как желая изобразить высочайшее и несравненное превосходство славы Сына Божия. Все другие, и ангелы, и архангелы, и пророки, делали все только по повелению Божию, а он со властью, свойственную царю и Господу, потому-то и народ дивился, что он учил, как власть имеющий. И так являлись, как я сказал, и ангелы на земле с великою славою, например, Даниилу, Давиду, Моисею, но они делали все как слуги, повинующиеся своему Господу, а Христос явился как владыка и вседержитель, хотя и в смиренном и уничиженном виде. Впрочем, и в этом виде тварь познала своего Господа. Каким образом? Звезда, явившаяся на небе, привела волхвов поклоняться ему. Многочисленный лик ангелов, отсюда собравшихся, окружил и воспевал его. Дивились внезапно и другие проповедники. Все, встречая друг друга, возвещали это неизреченное таинство. Ангелы – пастырем, пастыри – жителям города, Гавриил, Марии и Елисавете, Симеон и Анна, приходившим в храм, да и не только мужи и жены окрылялись радостью, но и младенец, еще не исшедший на свет из утробы матери. Я разумею, жителя пустыни, соименного этому евангелисту, изыграл в очереди матери, и все оживлялись надеждами на будущее. Так было тотчас при его рождении. И когда он более открыл себя, тогда опять произошли другие чудеса, еще больше прежних, уже не звезда и небо, не ангелы и архангелы, не Гавриил и Михаил, но сам отец свыше, с небес, возвестил о нем, и вместе с глазом отца утешитель явился над ним и прибыл на нем. Поэтому справедливо сказал евангелист, видели славу его, славу, как единородного отца. Впрочем, и не поэтому только сказал так, а и потому, что за этим последовало, уже не пастыри только, ни вздво, ни вдовствующие жены, ни престарелые мужи возвестили нам, но и самое существо дел, громче всякой трубы, провозглашало о нем. И таким образом произошло то, что молва о делах его скоро была и здесь услышана. «И зашел, — говорит Писание, — по всей Сирии слух его» Матфея 4, 24, «И всем открыл его, все отовсюду возвещало, что сам царь сошел с небес, бесы отовсюду убегали и удалялись, дьявол посрамленный отступал, самая смерть сначала понемногу устрашалась, а потом и совершенно упразднялась, всякого рода болезни были исцеляемые, мертвые оставляли гробы, демоны, бесновавшихся, болезни немощных, виделись дела чудные и дивные, которые поистине пророки желали видеть, но не видели, зрение восстанавливалось, и то вожделенное зрелище, которое все желали бы видеть, как Бог сотворил Адама из земли, и это зрелище Христос показал всем, хотя в малом виде, но по отношению к лучшим частям тела. Расслабленные и распавшиеся члены укреплялись и соединялись один с другим, а мертвевшие руки получали движение, расслабленные ноги внезапно вскакивали, загражденные глухотою уши отверзались, и громким голосом восклицал язык, связанный до то ли немотою. Как искусный художник восстанавливает здания, развалившиеся от времени, так он – общее естество человеческое. Отторгнутые части восполнял, распавшиеся и расторгнутые соединял, а совершенно отпавшие восстанавливал. Что же сказать о восстановлении души, которое гораздо удивительнее исцеления телесного? Важно здравие телесное, но гораздо важнее здравие душевное. И тем важнее, чем душа превосходнее тела, да и не потому только, но и потому, что телесная природа следует направлению, каким хочет вести ее Создатель, и нисколько не противиться. А душа, будучи властной сама в себе, и имея свободу в действиях, не всегда повинуется Богу. Именно в том, чего не хочет. Он не желает против воли ее, и насильно делать ее непорочной и добродетельной. Да это не было бы и добродетелью. Ее надо бы наубеждать свободно и добровольно сделаться такою, а это гораздо труднее врачевания телесного. Но он совершил и это, отогнав всякий род зла. И как врачу и тела, он восстанавливал их не только к здравию, но и к совершеннейшему благосостоянию, так и души, не только освобождал от крайней греховности, но и возводил на самые верх добродетели. Так мытарь делался апостолом. Гонитель, хулитель и досадитель являлся проповедником вселенной. Волхвы становились учителями иудеев. Разбойник оказался жителем рая. Блудница славилась великою верою. Жена хананьянка и жена самарянка, одна будучи так же блудницею, принимала на себя проповедь между соплеменниками, и увлекши целый город, привела его ко Христу, а другая, верою и терпением, достигла изгнания злого беса из души своей дочери. Еще другие, гораздо худшие этих, скоро присоединились к числу учеников. Все внезапно изменялось. Все в своем виде. Недуги телесные, болезни душевные, прилагались здравия и совершеннейшую добродетель. И притом не два или три человека, не пять или десять, не двадцать это или только сто, но целые города и народы обращались с великою быстротою. А кто может изобразить мудрость в правил, совершенство небесных законов, благоустройство равноангельской жизни? Он взял между нами такой образ жизни, какие положил для нас законы, какие установил нравы, что утрояющие их, скоро соделываются ангелами и подобными Богу, сколько это возможно, по силам нашим. Хотя бы сами по себе, они были хуже всех людей. Приводя все эти чудеса, чудеса в силах, чудеса в душах, чудеса в психиах, заповеди неизреченные, высшие самых небес дары, законы, благоустройство, силы убеждения, обетования в будущем, наконец, страдания его, евангелист изрек эти чудные и исполненные высокого учения слова, видели славу его, славу, как единородного от Отца, исполненного благодати и истины. Мы не чудесам его только дивимся, но и страданиям, тому, как он был пригвожден ко Христу, бечуем, заушаем, подвергаем оплеванию, как терпел удары по голове от тех самых, которые были им облагодетельствованы. Так и об этом, обо всем, что кажется унизительным, достойным сказать тоже изречения, как и сам евангелист, называет все это славою. Страница 81. Действительно, все это было не только делом промышления и любви, но и неизреченной силы. Тогда-то и смерть упразднялась, и клятва разрушалась, и бесы были посрамлены, и торжество над ними открывалось, и рукописание грехов наших было пригваждаемо ко Христу. Но тогда, как эти чудеса совершались невидимо, были и другие, видимые, которые показывали, что Он есть истинно единородный Сын Божий и Господь всей твари. Когда блаженное тело Его еще висело на кресте, солнце скрыло лучи свои, земля поколебалась, и вся покрылась мраком. Гробы отверзлись, недра земли сотрясли, и великий сон умерших восстал и пришел в город Иерусалим. Потом, когда камни приставлены были к дверям гроба Его, еще и печати приложены, Он, умерший, распятый, пригвожденный, восстал, и, исполнив одиннадцать учеников Своих некоторой непобедимой божественной силы, послал их ко всем людям по всей вселенной врачевать их общее естество, исправлять образ жизни, распространять по всей земле познание небесного учения, разрушать силу бесовскую, открывать великие и неизреченные блага, благовестить нам бессмертие души и вечную жизнь тела. Награды, превышающие всякий ум и никогда не могущие окончиться. Итак, блаженный евангелист, представляя себе все это и больше, чем это, что он сам знал, но не решался написать, потому что и мир не вместил бы того, как он сам говорит, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Иоанна 21. «Все это говорю, представляя, он воскликнул, и видели славу его, славу, как единородного Татца, полной благодати и истины, а тем, которые удостоились видеть и слышать столь великие чудеса и получили столь великий дар, надлежит показать и жизнь достойно учения, чтобы сподобиться и будущих благ. Для того и пришел Господь наш Иисус Христос, чтобы не только здесь мы видели славу его, но и в будущем веке. Потому он и говорил, «Хочу, чтоб там же, где я, и они были со мною, довидят славу мою». 17.24. Если же здешняя слава его была столь блистательна и величественна, то что сказать о той его славе? Она откроется уже не на тленной земле, не пред существами, облеченными смертной тела, каковым и теперь, но в творении нетленном и бессмертном. И с таким величием, какого невозможно изобразить никаким словом, «О блаженны, трижды блаженны, и беспредельно блаженны те, которые удостоятся созерцать эту славу». «О ней говорит пророк, да возьмется нечестивый, да не видит славы Господней». Исайя 26.10. «Но да не будет того, чтобы кто-либо из нас был отвержен и не удостоился некогда зреть ее. А если мы не будем наслаждаться ею, то и об нас справедливо будет сказать, лучше было бы, если бы мы и не родились». Для чего же мы живем? Для чего дышим? Для чего существуем, если не достигнем такого созерцания, если никому из нас не дозволено будет зреть тогда нашего Господа? Если невидящие света солнечного проводят жизнь горше всякой смерти, то как должны страдать те, которые лишатся того света? Здесь в этом лишении только и состоит несчастье, а там не в этом только. Впрочем, если бы и это только была беда, то и в каком случае наказание было бы неравно, но будущее тем тяжелее настоящего, чем то солнце, несравненно превосходнее здешнего. А кроме того, надо бы наожидать еще и другой казни. Кто не удостоится видеть того света, тот не только зержан будет во тьму, но и гореть будет в огне непрерывном, и стаивать в нем, скрежетать зубами и терпеть другие бесчисленные страдания. Итак, не будем не радивая себе самих, и за кратковременное нерадение и беспечность не подвергнем себя вечному наказанию, но будем бодрствовать и трезвиться, будем все делать и устроять так, чтобы удостоиться того вечного наслаждения и избавиться от реки огненной, протекающей с великим шумом пред страшным судилищем. А кто однажды впадет в нее, тот должен будет остаться там навсегда. И уже никто не избавит его от мучения, ни отец, ни мать, ни брат. Об этом вопиют и пророки. Один говорит, брат не избавит, избавит ли человек, Солом 48. А Иезекииль говорит еще более, и если будут нои, да не и иов, ни сыновей, ни дочерей, их спасут, Иезекииль 14. Одна только там защита, защита делами. А кто не имеет ее, тому никаким другим средством спастись невозможно. И так, все это непрестанно имея в виду и размышляя, очистим жизнь нашу и сделаем ее светлую, чтобы с дерзновением узреть Господа и достигнуть обетованных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым отсутствует Святым Духом. Слава ныне и пресно и во веки веков. Аминь.